Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Под моим видео 5 ужинов на неделю из одной кастрюли риса вы оставили очень много комментариев с просьбой показать рецепты из гречки. Я не уверена, что расскажу вам что-то новое, мне кажется, что так все и готовят, но вопросов было очень много, поэтому я не могла не снять это видео для вас. Покажу, что я готовлю из вчерашней гречки и отвечу еще на парочку вопросов, которые чаще всего встречаю в комментариях. Начну сегодня с самого простого рецепта. Завтрак за 2 минуты. Омлет с гречкой. Я приготовлю одну порцию, но если нужно больше, просто увеличиваю количество ингредиентов. На одну порцию беру одно яйцо, взбиваю вилкой, добавляю сюда полстакана гречки и 30 граммов натертого сыра. Солю, если сыр не очень соленый, добавляю любимые специи. У меня приправа из овощей и зелени. И перемешиваю. Гречка, конечно же, нужна готовая, которая осталась сужена, например. Форму смазываю маслом. Можно взять глубокую керамическую тарелку или обычную чашку. Выкладываю подготовленную смесь с таким учетом, что она немного увеличится в объеме. И ставлю в микроволновку. У меня при мощности 800 ватт готовится полторы минуты. Вот что получается. Омлет или запеканка, не знаю, как это назвать, но это вкусно. Можно подавать с каким-нибудь соусом. Мой старший сын, например, любит это блюдо с острым томатным соусом, а мне больше нравится со сметаной. Второй рецепт чем-то похож на первый, только готовлю я его не на завтрак, а на ужин и не в микроволновке, а в духовке. Добавляю в такую запеканку все, что есть в холодильнике. Кусочки мяса, колбасу, сыр, зелень, овощи свежие или замороженные. Сегодня у меня запеканка с грибами. Это сочетание мне нравится больше всего. На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук до мягкости, буквально минутку. И добавляю к луку грибы. Грибы можно любые, свежие или замороженные. У меня сегодня вот такие маленькие шампиньоны, 300 граммов. Я их даже не разрезаю. Грибы немного подсаливаю и готовлю до выпаривания жидкости. В миске взбиваю 3 яйца. Добавляю 4 столовых ложки сметаны, соль и черный перец. Перемешиваю. Теперь сюда же примерно 4 стакана гречки, отваренной конечно, и обжаренные с луком грибы. Все перемешиваю еще раз. И выкладываю в смазанную маслом форму. Духовку включаю на 180 градусов. Ставлю в нее форму и готовлю 20-25 минут. Снова напишу, что новая духовка. Да, мне действительно часто спрашивают, чем и как я мою духовку, что она у меня всегда такая чистая, как новая. Но нет никаких секретов. Я уже когда-то рассказывала, использую обычные чистящие средства. Просто обязательно протираю духовку внутри, после каждого использования. Даже если кажется, что все чисто, даже если блюдо готовлю под фольгой, все равно протираю. Если вдруг что-то отмыть не получается, наливаю в противень немного воды, включаю духовку на 200 градусов и кипячу воду минут 7-8. После этого все очень легко отмывается. Все просто. Ну, здесь все уже готово. Вот такая-то запеканочка в разрезе. Вполне полноценное блюдо. Но, конечно, можно подавать и в качестве гарнира. Это намного вкуснее, чем просто гречневая каша. И в холодном виде тоже очень вкусно. Можно даже в дорогу с собой взять или на работу на обед. А теперь салат. Очень необычный, сочный, легкий и очень ароматный. Основные ингредиенты – баклажаны и гречка. Несмотря на его не супер аппетитный вид, это очень вкусно. Особенно мне нравится такой салат, когда он настоится. Баклажаны очищаю от кожицы и нарезаю на небольшие кубики. Обжариваю на оливковом масле, пока не станут мягкими. Солю. Когда баклажаны готовы, отставляю и даю им остыть. В это время готовлю заправку. В чашу блендера складываю зелень. У меня петрушка и сельдерей. Можно добавить кинзу, если любите. Сюда же чеснок, лук, у меня обычный репчатый и немного зеленого, и помидоры. Из специй в этом салате мне нравится зира. Добавляю примерно пол чайной ложечки. Теперь соль и оливковое масло. Остывшие баклажаны выкладываю в миску. Сюда же гречку и заправку. Перемешиваю и подаю. Можно сверху украсить перьями лука и зеленью. А чтобы салат смотрелся повеселее, добавляю еще кусочки помидоров. Если вы любите гречку и овощи, этот салат вам точно понравится. Для летнего перекуса то что нужно. Легкий и в то же время сытный. Особенно вкусно, если хорошо остудить. Ну и конечно, как же летом без кабачков. Кабачковые оладьи с гречкой. Очень просто, очень быстро и вкус потрясающий. Даже те, кто гречку не очень любит, от такой закуски не откажутся. Кабачок, примерно 500 грамм, натираю на крупной терке. Солю. Отжимать не нужно. Добавляю сюда же одно яйцо, 4 столовых ложки муки и черный перец. Перемешиваю. И добавляю примерно 500 граммов отваренной гречки. Снова перемешиваю. И выкладываю тесто ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом. Обжариваю с двух сторон на небольшом огне. Оладьи не разваливаются и легко переворачиваются. Внутри получаются мягенькие и сочные. А снаружи хрустящая корочка. Для этого рецепта я частенько даже специально отвариваю гречку. Вкусно и просто. А теперь эксперимент. Попробую рецепт, который мне прислала Екатерина Каримова. Уже очень он интересный. И просто, как я люблю. Гречку нужно отварить до готовности и хорошо остудить. Но у меня гречка вчерашняя, поэтому уже давно остыла. Исходя из указанных пропорций, гречки я взяла 400 граммов, а лука около 300. В мясорубку установила самую мелкую сетку. Включаю и измельчаю. Теперь сюда соль, черный перец и специи. У меня снова приправа овощей с зеленью. Котлетки ее часто добавляют. Как я ее готовлю, смотрите по ссылочке в описании. Перемешиваю это все. Ну, как-то суховато получается. Добавь ложку воды. Добавляю. Ну, теперь вроде бы нормально. Но я бы, конечно, еще добавила муки. Ну, или хлеба для связки. А я бы мясо добавил. Ну, кто-то сомневался. Ну, нет, больше ничего добавлять не будем. По рецепту осталось слепить и обжарить, как обычные котлеты. С влажными руками лепятся замечательно. Смотри, какие ровненькие. Да, красавчики. Ну, и пахнут уже вкусно. Выкладываю на сковороду. Пока все отлично, не прилипают. А вот переворачивать сложновато. Какие-то очень мягкие. Но я попробую. Получилось. Выглядят неплохо. Пахнут очень вкусно. Давай дойдем до готовности под крышкой. Попробуем снять. Одной лопаточкой точно не справлюсь. Сложно, но можно. Вот такие котлетки получились. Ой, как же пахнут. Уже хочется попробовать. Получилось. Получилось. Но во вторую половину фарша я все же добавлю желток и ложку муки. Хочу сравнить. Получилось еще четыре котлетки. Две я обжарю так, а две еще в муке обваляла. Переворачиваются вообще без проблем. Как обычные мясные котлеты. И пахнут, как будто они с мясом. Точно так же пропариваю под крышкой. И снимаю со сковороды. Форму держит отлично. Сейчас вкус сравню. Вот эти котлетки чётко по рецепту Екатерины. Постный вариант. А эти с яйцом и мукой. Мягенькие. Очень вкусно пахнут. Ммм, и вкусные. Супер, мне нравятся. В пост точно буду готовить. Да, неплохо. Но видно, что каша. Слишком мягкие для котлет. Просыпаются. Хорошо, попробуем второй вариант. С моими дополнениями. Котлетка целенькая получилась. Да и выглядит как весны. Посмотри. И по вкусу очень напоминают. Супер. Я, конечно, добавляла раньше гречку в котлеты. Но чтобы полностью из гречки, пробую впервые. Спасибо большое Екатерина за этот рецепт. Точно буду готовить ещё. И всем рекомендую. Очень вкусно, просто и практически даром. Спасибо всем за комментарии и за рецепты, которые вы мне присылаете. К сожалению, не успеваю быстро всем отвечать. И не получается сразу всё попробовать. Но я очень много нахожу для себя нового и интересного. Спасибо вам за это. Все рецепты, как всегда, под видео в описании. Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши отзывы. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди ещё много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...